Быдло без мата говорить не может. Согласен, не спорю, не отрицаю. Так, я ничего не услышала, кроме не отрицают. Да. Это я с мамой договорил. А, я поняла, хорошо. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Как я могу к вам обращаться? Влад Кинг. Да не, ну просто Влад. Влад? Да просто Влад, давайте вы ко мне на ты, а я к вам на вы, потому что вы все-таки преподаватель, мне будет так комфортнее. Все отлично, хорошо, Влад. Так, меня зовут София, можно называть Софа. Я когнитивно-поведенческий психолог-консультант. Эта терапия у нас первая, она бесплатная. Получается, она будет идти минут 20-25, просто чтобы я ознакомилась с вашей проблемой и сказала, как мы будем работать дальше. Поэтому я вас внимательно слушаю. Что нужно делать сейчас? Расскажи, с чем ты пришел. Ну, свою проблему. Вышная терапия. Стыдно. Стесняюсь. Сейчас как-то надо подойти к этому. Не так просто довериться человеку первым встречным. Хорошо. Тогда расскажи, что у тебя было за последнюю неделю неприятное? Ногу ударил. Больно. Ногу, да. Больно. Больно. Пережил? Пережил, да. Прививку от столбняка вкололи, температура была 2 дня, и плечо болел, лопатка. Неприятно. Но более-менее. Отлично. А как ногу сломал? Что случилось? Не сломал, ударил. Ударил. Ударил, да. В Таиланде отдыхали с друзьями, и там сидела подруга наша, и просто немножко выпивали, и она мне начала говорить гадости. Я сказал, сейчас, подожди, я тебя помню. У нас суборец сегодня долго, да? Серега, бетон загружай в цементный оборот, и завтра мы его заберем. Я занят сейчас сегодня, не занимай линию. Прошу прощения. Я встаю и говорю, что там... Ну, некрасиво сказал, я сказал, что в попу иют. Ага. А что у вас за... Это что было сейчас? Ничего. Нет, у вас нет. Я сказала, ага. Нет, у вас нет. А, это какие-то приколы, обновления. Я просто говорю, как я ногу сломал, ну, ударил больно, и как говорил своей подруге, что ее в попу драгнут. А вы... Вообще прикол. Ну, понятно, ладно. Подожди, я серьезный человек. Я понимаю, понимаю. Такие типа cool story, бро, cool story. Продолжай, да, real talk, да, чит. Вот, теперь я могу вам открыться. Вот это было гениально, гениальный мув. В общем, проблема такая, что я комплексую по поводу полового органа своего, вот и все. Хорошо, есть комплексы. Да. Как давно задумывался о такой ситуации? С 20 лет, сейчас мне 26, когда, ну, ну, вот, да, 20 лет. 6 лет уже. Хорошо, скажи, как вот эти вот твои комплексы проявляются в реальности? Что ты из-за них не можешь делать? Заниматься сексом. То есть, как это происходит? Ты полностью отстраняешься? Ну, я просто... То есть, так положу? Ну, я просто как-то сижу дома, а не ищу себе новый половый партнеров, партнеров и партнерш. Вау, вот это сейчас я слишком сильно открылся. Все нормально. Мне не улыбаться, что ли? Нет, нет, нет. Хорошо. Вот. Вы партнер-то рисуете, чтобы потом слить меня куда-то в интернет? Хорошо, я бы так фоткала. Скрин не делала, да. Ну, фокус, нагрой, не ищу себе новых половых партнерш, и, ну, как-то, не знаю, апатия какая-то началась из-за этого, то есть, даже мастурбировать не хочется. Даже так. Хорошо. Со скольки лет, то есть, как долго ты уже не ищешь себя партнерш? Ну, лет пять точно. Вот, еще в 21 год еще пробовал, искал, но потом как-то уже забил фиг. Ага. А патча твоя, как она проявляется? Работу не хочешь, что делать не хочешь, играть не хочется. Вот сижу, не знаю, там, залипаю в какие-то видосики, там, книжки читаю. Ну, смотри, как бы, да, я психолог, увеличить ничего не могу. Если бы могла, моя работа стоила, наверное, дороже. Но... Да нет, увеличить... Нет, я не говорю, что я комплексую из-за маленького члена. Я сказал, что я комплексую просто... У меня в классе, и также девочки... Я... Да, наверное, было не так выразиться. Нет, я... Я просто... Да, тут... Так-то, что нормально. То есть... Я поняла, хорошо, присаживайся. Я поняла, хорошо. Сейчас опять этот класс покажут. То есть хорошо, но комплексую из-за размеров, правильно? Да. В большую сторону. В 20 лет девушке было больно. Я подумал, что это значит дело в ней. Я подумал, ну, я как бы еще пообщался с девушками, и потом всем было больно, и мне реально никто не перезванивало, и мы не списывались больше после этого, что ему больно, больно. Я думаю... Я даже гуглил, типа, операцию по уменьшению, но... Пам-пам-пам. Это стоит полтора миллиона рублей, и я пока такими деньгами не обладаю. Вопрос. Сколько? Я должна это спросить, правда. Это... Он действительно настолько большой, что это реально становится проблемой. Либо, скорее всего, у тебя были девушки, которым было больно просто по существу. Ну, меня даже в армию из этого не взяли, потому что одежда, без шуток, одежда, ну, по уставу не располагает такими... Таких объемов. 38 сантиметров. Подожди, тебя и не взяли? Угу. И тебя из-за этого не взяли в армию, да? Да. Ну, потому что это уже мутация. Как бы это ненормально. Он выглядит, типа, адекватно, а единственное, что просто длина, правильно? Ну, он... Я просто пытаюсь понять, да? Все нормально. Внешне он обычный, то есть, жилистый... Он обычный, то есть, жилистый, то есть, жилистый, то есть, Ну, антидрозненный. Влэт, люблю тебя. Ага, я поняла. Так, смотри, а насчет апатии, сколько она у тебя уже длится? Что ничего не хочется делать? Полтора года, я думаю, полтора года. Это вот, это когда я начал замечать это. Замечать что? Ну, замечать апатию за собой полтора года. Вот, я думаю, тогда она и началась. Ну, возможно, она была раньше, но я так особо не вдавался в это. Скажи, как ты думаешь, почему возникла апатия? То есть, давай так, апатия возникает из-за каких-то мыслей негативных, когда их уже очень много. Вот, какие мысли были? Ну, что я никогда не найду себе жену, у меня не будет детей из-за этого, из-за этой проблемы. Что, ну, вот, в общем, наверное, вот эти основные тезисы. Я поняла. А у тебя в жизненных ценностях стоит? То есть, жена, дети, правильно? Угу. Так. Ну, смотри, конечно, это важно, когда это у тебя именно в жизненных целях, потому что, если бы оно не стояло, оно тебя сегодня не волновало. Стоит стоит. Стоит. Вот. Так. У тебя апатия, ничего не хочется делать. Это уже полтора года. Скажи, пожалуйста, как проявляется, есть ли тревожность? Нет, наоборот, больше какое-то спокойствие, ну, даже слишком утрированное такое. То есть, ну, вот апатия, одним словом, я думаю, оно все олицетворяет все мои чувства. Тяжесть даже больше какая-то, знаете, вот тяжесть. Не депрессия, а вот именно, не знаю, встаешь, все так ленивое, такой, не хочешь это, не хочешь то. Скажи, были ли такие интересы у тебя, что, когда появилась апатия, ты потерял к ним вообще любой нички? Нет, 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 я вот еще, на самом деле-то, полгода назад я еще нормально, ну, как сказать, наяривал там на порнушку, вот, а все, потом я понял, что, ну, это неинтересно уже, это смысл какой-то потерял для меня, ну, как-то, моя полюция в основном по ночам, то есть я просыпаюсь там буквально через 3-4 дня и просто все трусы в этом, поэтому как-то не хочется, а самому неинтересно. Я поняла, просто сейчас пропало желание порнографии, правильно? Да, да, да. Но интерес заниматься сексом присутствует? Ну, конечно, конечно, просто если бы девушке не было больно, да, конечно, хочется. Хорошо, смотри, я хочу узнать побольше насчет апатии. Были у тебя такие интересы, например, играть в игры, например, кушать вкусную еду, что сейчас тебе это абсолютно неинтересно? Да и как-то у меня изначально не было никогда такого, что я хотела кушать вкусную еду, там, ну, с детства, мне все равно, что я всеядная, вот, ну, в игры я поигрываю там раз как-то в две недели, там, в доту-два вот играю и я за Рики Мару, в основном, так вот, как-то вот, ну, игру в фильм, смотрю книжки, читаю. То есть какие-то интересы, там, книгам, такое, не пропало, да, хобби какие-то? Просто чем-то себя занять, ну, не то, что я прям хочу, я просыпаюсь, я хочу вот прям дать мне, там, фильм задать, хочу книгу, то есть интерес такого нет, конечно, ты думаешь, я сижу и думаю, блин, чем ты заняться? Ну, ладно, почитаю, короче, вот так вот. Хорошо, то есть уже полтора года в тебе сидит такая вот грустная мысль о том, что из-за твоих биологических проблем ты никогда не сможет увести жену и детей, правильно? Хорошо, скажи, был ли у тебя опыт, когда ты, так сказать, успешно занимался сексом? Ну, вот в 16 лет еще было нормально, тогда не было, такого скачка, он там был размером 26, тогда еще более-менее как-то это было, то есть, типа, девушкам не было больно, вот, уже где-то к 20 уже начались проблемы, то есть, там, гормональный рост пошел, пубертатный период закончился и вот тогда-то и начались проблемы. Ага, то есть, возможность, как бы, найти девушку, которая, ну, как это сказать, которая сможет это пережить, это вообще возможно? Не знаю, я в довинчике знакомился в основном, в тиндере, но всех, кого встречал, не, наверное, теоретически где-то есть девушка, у меня еще такая особенность, мне нравятся девушки небольшого роста, там, до метра 80. Да, а если вот прямо находить, таких искать, это тяжеловато. Конечно, да. Смотрим. Желание заниматься сексом, оно вообще на каком уровне жизненных ценностях у тебя стоит? Ну, сколько оно у тебя важно? Если мы еще берем девушку, там, где... Очень важно, я считаю, ну, я считаю, ну, я считаю, это очень важно, потому что даже любые отношения это 50% секса. Если партнер не устраивает в чем-то, то это кошмар и ужас, а что дальше делать одному в одному? Мне тяжеловато существовать вообще, в принципе, в этом бренном мире. Возможно ли заниматься сексом каким-то другим образом? Например, оральный секс. А, чтобы я сам себе? Нет, девушкой. А, да, ну, в общем-то, ну, да, но постоянно как-то... Ну, это, как сказать... Немножко стеснительно постоит. Я буду жить, условно, там, пять лет с девушкой, и постоянно она мне будет делать оральные услады, там, всякие. Ну, это... А, она, что? Что я? Я там, ну, наполовину засуну, как бы... Да, ну, как-то вообще это не очень... Ну, это очень неловко, я бы сказал. Все равно, я испытываю дискомфорт очень серьезный по этому поводу. Чувствую себя неполноценным из-за этого. Я поприняла, смотри. Все равно будут девушки, все равно найдутся девушки, которые тебе подойдут. И даже если, возможно, они не подойдут. У тебя... Если у тебя будет большое желание снизу вести детей, тогда вот этот мой комплекс, он будет уходить на второй план, понимаешь? Возможно, найдется девушка, которая выдержит вот этот вот весь объем, и ей будет окей. Или будете придумывать что-нибудь новое. Но вот этот вот комплекс, он тебя не ограничивает от того, что ты хочешь. Это сто процентов. Мы с тобой все равно... Что называется комплекс? Это ты думаешь об этом, ты делаешь какие-то свои выводы, которые, возможно, никак не связаны с реальностью. Не знаю, может, оно на половину и правда. Но вот эти вот мысли, они формируют у тебя комплекс. А вот этот комплекс, он сидит в такой комок грусти у тебя, то, что ты называешь апатией. И ты как бы живешь, но живешь с фоновой мыслью о том, что ты какой-то неполноценный, и из-за этого у тебя не будет того, что есть у других людей. Возможно, тебе будет сложнее это найти. Но оно все равно реально. Все равно, понимаешь, ко мне могут приходить женщины, которые говорят, что я никогда себя не найду мужа. Но это же тоже не связано с реальностью. Поэтому смотри, насчет работы с тобой. Мы будем думать о счет твоих мыслей. Ты будешь записывать свои мысли какие-то негативные на протяжении недели. Мы будем с тобой их разбирать, смотреть, какие реальны, какие нереальны. Где-то немного, так сказать, знаешь, есть когнитивные искажения. У нас есть какой-то опыт в прошлом. Кто-то нам сказал, что так хорошо, что так плохо. Это мы переносим сюда, неосознанно. Поэтому я постараюсь с моей стороны убрать вот этот комплекс, убрать апатию. Возможно, после вот этого звонка ты почувствуешь себя более лучше. И, возможно, у тебя пройдет какой-то такой уровень уверенности в своей мысли. Но потом он будет возвращаться, если у тебя будут такие же мысли на протяжении всей недели и дальше. Поэтому вот так. Понял. Сейчас, секунду, домофон открою. Сейчас буквально из минуты, хорошо? Да, хорошо. В общем-то, понятно. Еще такой вопрос. А у вас только онлайн-консультация, правильно я понимаю? Да, только онлайн, к сожалению. Потому что я в основном в Словакии нахожусь. А, вы в Словакии? Сейчас, в данный момент в Украине. Просто у меня офис в Словакии. А, понял. Поэтому вот так с моей стороны я... И батя нас затирает, брат. Ты же как-то себя чувствуешь? Ты хочешь на нее, где интересная реакция будет. Ну, в общем-то, да, мне работа устраивает такая. Открыться, самое сложное открыться. Вот. Я понимаю. Ну, вроде получилось. Ваш палец вверх мне очень, правда, он меня очень быстро раскрепостил. Я хочу использовать эту методику и дальше. Это очень, вот, прям... Этот палец я сейчас, честно, уже не раз меня подводил, но в этот раз получилось. Хорошо. Я рада. Я не верю, что дальше у нас будут с тобой удачи на хорошую консультацию. Тебе будет много лет. Поэтому, когда тебе удобно больше будет стоить, на хорошую консультацию. Мне, ну, знаете, да, я лучше все-таки на вы, я думаю. Я могу, в принципе, три раза в неделю. Я могу понедельник, суббота, понедельник, суббота, четверг. Вот так могу, то есть, встречаться. Если, в принципе, такие встречи будут удовлетворять двоих, то пойдем. То есть, вы, если на вы перешли, вы хотите три раза в неделю? Да. Ага. Давайте попробуем остановиться на двух раз в неделю. Посмотрим. Если понадобится больше, то сделаем. А, София, еще такой вопрос тогда. Как оплачивать вам... Да. Я просто из Санкт-Петербурга. Как мне вам оплачивать? Я, если честно, не знаю, как получать деньги с другой страны. Ну, то есть, с Европы как знаю, а с Софией как не знаю. Поэтому... А, нет, а вы принимаете как в гривнах или в евро? Мне все равно, если честно. Я могу... По карте или... Европейскую? Да, как вам удобно. Я могу на европейскую вам просто оплачивать, условно. Ну, просто вам понять, как еще... Мне просто с вами комфортно, правда, очень. И я продолжу его дальше. Как мне... Вот курс только с валютой надо как-то решить. Просто у нас свой курс валюты, у вас свой курс валют. Надо как-то найти дельту и... Слушайте, а не будет ли проблема, если... Нет, наверное, будет проблема, если с рублей переведете меня в гривны. Это, наверное, будет проблема. Потом у меня будет очень много вопросов. Поэтому лучше вы мне кинете на еврокарту. Могу на еврокарту? Да нет, у меня проблем не будет. Ну, у меня... У вас не будет проблем, если я с Россией вам буду отсылать деньги на еврокарту. На еврокарту? Я очень надеюсь, что нет. А вот на гривневую там уже придется ходить... Это... Сматриваться. Вот так. В общем, хорошо. Я тогда уже перед сессией... Мы где-то... Давайте договоримся на понедельник в субботу. Я точное время, возможно, вам напишу. Хорошо? В понедельник. Все. Хорошо тогда. Хорошего вам вечера. Угу. Все тогда. До свидания. Можно еще пару минут? Вы давно работаете в этой сфере? Я... В принципе, я занимаюсь с ней давно, а вот в консультации сейчас пошло полгода как, потому что переживала за... Хорошо. Я, в принципе, понимаю, чем вы занимаетесь. У меня один вопросик. Это можно как-то вне консультации? Вы про что? Я, в принципе, понимаю, чем вы занимаетесь. Скажите, это можно делать вне консультации? Да. Да. Хорошо, давайте тогда договоримся вне консультации. Все, 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 понял. Так, вы карту скиньте, просто хочу сказать оплатить. Это бесплатная консультация, а вот у нас денег уже бесплатная. Хорошо. Хорошо, спасибо вам большое. Того буду ждать. Хорошо. До свидания. Уй, 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 уй. Бля, сидят, сука, нытики, девочки, пуси, бля. Алло, Серега. Бля, на палова, бей ее, на палова. Она не выдержит. Пу-пу-пу. Ты че, ебанос? Бля, а что у тебя никнейм Туркменистан или кто ты? Откуда ты, блядь? Ха-ха-ха-ха. Блядь. Вот это, знаете, это называется старая школа бокса. Вот так вот мы развлекались раньше на ютубе. Так вот мы начинали развлекаться. Просто, не, многие говорили, там раньше было лучше, что-то еще. Я вам просто показал, чем мы раньше занимались на ютубе и чем мы раньше в начале нашего пути на Двичи, чем мы занимались. Это часто там немножечко у нас вектор поменялся. Но мне сегодня прям очень захотелось вернуться в те времена, когда мы прям делали настолько кринжово, что прям хорошо. И мне это очень нравится, честно. Я люблю к этому возвращаться. Блин, с Ромой Азазином, вот у нас есть кое-какая движуха. Микрофон потих... Ой, да, сори. С Ромой Азазином у нас есть прикольная тема одна. Мы хотим ее все сделать. В ближайшем времени, я надеюсь, получится. А где звук? Муха села на варенье. Вот и все стихотворения. Все, супер. Спасибо. Не, Ромчик легенда бесспорна. Бесспорно. Но, говорю, что вот жаль, что его тяжеловато, очень... Тяжел на подъем человек. Крутой, крутой мужик, крутой мужик. А, Труман Кэш у тебя, блядь, никнейма. Я подумал, у тебя Туркменистан, блядь. Спасибо большое. Вам не кажется, что Клара, которая, которая украла Кларнет, у Карла прихуела? Типа, я считаю, что Карл правильно сделал, что в ответку Кларнет у нее спиздил? Ну, вот. Что на ком подойдется?